Здравствуйте! Спасибо, что смотрите Управда ТВ и передача «Слово и дело». С вами Александра Раевская. Кому-то лето – отдых, а кому-то горячая пора для поступления в ВУЗ. Дело выбрать по душе хотелось бы, конечно, каждому, но бывает и так, что специальности не выбирают, а поступают, куда получится, лишь бы высшее образование получить. Как не стать безработным с дипломом? Какие профессии самые востребованные? И много ли выпускников в этом году смогут вообще поступить в ВУЗ? Спросим у наших экспертов, которых мы пригласили в студию. Представлю сначала Гузенко Елена Станиславовна, проректор Ульяновского государственного университета по довузовскому образованию и организации приема студентов. Рядом с ней Алина Емельянова, председатель Объединенного совета обучающихся УЛГУ, студентка третьего курса юридического факультета. Я вот по-своему думаю, что это председатель студсовета. Будем вот так вот кратко в титрах писать. И Алиев Фарид Толгатович, ответственный секретарь приемной комиссии Ульяновского государственного педагогического университета. Всем большое спасибо, что пришли сегодня к нам в студию обсудить такой же вытрепещущий вопрос. Я со своим ребенком прошла через этот этап в нашей жизни в прошлом году. Это было очень волнительно. Я реально представляю, какие переживания сейчас испытывают родители и выпускники, которые поступают. И вот в связи с этим хочу задать вопрос. Сейчас еще идет подача документов, и когда выпускники узнают о своем поступлении? Можно я вас спрашиваю, Елена Станиславовна? Да, в настоящее время еще идет подача документов. До 26 июля она будет продолжаться. Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, причем сроки эти, единые для всех вузов нашей страны. Те, кто имеет право сдавать экзамены в вузе, это инвалиды, иностранные граждане и те, кто закончил колледж или техникум. Ну их мало, я думаю. Их немного, вот они уже закончили подачу документов и уже сдают экзамены. Результаты появятся уже в последних числах июля. 29 июля мы зачисляем тех, кто поступает на целевые места и тех, кто имеет особые права. Это сироты, инвалиды, ветераны боевых действий. Мы их зачисляем 29 июля. Потом идет зачисление на основные места. Первая волна зачисления 3 августа и вторая волна зачисления 8 августа. В первую волну мы зачисляем на 80% бюджетных мест, а во вторую волну на оставшиеся 20%. Что важно для абитуриентов, поступающих на бюджетные места, они должны представить свой подлинный документ об образовании и согласие на зачисление. Тогда они будут иметь право участвовать в бюджетном конкурсе. Мы об этом все время говорим, везде пишем, но все-таки некоторые забывают, поэтому еще раз повторяю, всегда стараюсь об этом сказать. В конкурсе участвуют только те, кто представил подлинные документы в образовании и согласие на зачисление. И это нужно сделать в установленные сроки. В первую волну до 1 августа, во вторую волну до 6 августа. То есть 8 августа мы зачислим всех на бюджетные места, а на внебюджетные места мы еще будем зачислять на очную форму до конца августа. То есть есть шанс еще впрыгнуть в последний вагон. Да. Те, кто не прошел по конкурсу на бюджетное место, они все имеют право заключить договор и учиться на месте с оплатой стоимости обучения. У вас ситуация такая же? Это, наверное, закон Российской Федерации. Вот я помню, в том году мы, когда поступали, мы ежедневно отсматривали мониторинги подачи документов и сравнивали количество тех, кто отдал подлинники дипломов, кто отдал копии дипломов. Вот интересно, насколько фактически уже к моменту, скажем так, когда наступает первая волна зачисления, насколько вот этот вот мониторинг сильно меняется? Ну, до 26-го вузы, в принципе, вешают уже рейтинговые списки, уже отслеживание идет. Как правило, абитуриан теряется в том, что видит большое количество людей, 500 заявлений, оригинал, скажем, 10 всего. И они не понимают, находясь в конце списка, они думают, что они как бы не проходят на эти места. Отслеживать надо только по оригиналам. Смотрят оригиналы, количество на плановый набор, количество мест, и по ним уже ориентируется должен абитуриан. То есть у него есть копия, но у него высокие баллы, приносит он оригинал, соответственно, он в этом... Ну, вот эти оригинальчики приходится считать вручную буквально. Я помню, что я... Обновление идет. От вуза, в принципе, зависит. Так-то у нас рассудки, ну, как большинство вузов делают, а 3-4 часа может быть обновление. Сколько, сколько, на сколько специальностей можно подавать в этом году документы и сколько вузов? Ну, так же, как и в прошлом году, 5 вузов на 3 специальности. Причем это правило в этом году действует и для лиц, имеющих особое право в сироты, ветераны, инвалиды. Они имеют право сейчас подавать в 5 вузов на 3 специальности и не подавать при этом подлинни, как это раньше было. Понятно. И вот соответствующий вопрос в связи с этим. Какое сейчас соотношение бюджетных мест и коммерческих? И все ли коммерческие места по факту занимают уже потом в итоге? Ну, как просто. Вот мы установили, что сколько бюджетных мест только коммерческие мы сделали. То есть один к одному. На всех специальностях? Максималку мы сделали. Или в среднем по вузу? Нет, по всем специальностям мы сделали. У нас немножко по-другому. Мы у нас вот традиционно последние годы мы зачисляем где-то около полутора тысяч на бюджетные места и около двух с половиной тысяч на внебюджетные места, на платные места. Мы закладываем максимальное количество внебюджетных мест, ну столько, сколько у нас вмещает аудитория. То есть мы готовы принять ребят, если поточную лекцию мы можем посадить на эту специальность. У нас проблемы бывают с медицинскими специальностями, где реально много ребят поступает, поэтому иногда даже ограничиваем на платные места. А так мы стараемся заложить больше платных мест, чтобы ребята чувствовали себя свободно. Но невзирая на это, вы знаете, вот в этом году у нас есть три специальности, на которые никогда не было бюджетных мест. Это международное отношение, это экономическая безопасность, таможенное дело. И мы уже закладывали там, так сказать, нормально, где-то человек в месяц по 50 или 70 заложили. На сегодняшний день там уже в два раза больше заявлений. В принципе, платные места мы закладываем сами, университет сам. Бюджетные места это то, что нам дает государство, наш учредитель, министерство образования и наук. Медицинскими мест в этом году не сократилось? Увеличилось, увеличилось. Успокойте меня бюджетных мест за счет чего? Министерство дало нам. Нет, за счет каких специальностей? У нас увеличилось количество мест на медицинский факультет, на лечебное дело. Увеличилось количество мест на инженерно-физический факультет высоких технологий на инженерной специальности. и на факультет математики и информационных технологий, на информационное направление. Вот это увеличение. У нас по педобразованию стандартные увеличения поддерживают теологию у нас ежегодно, и магистратуру, и бакалавриат, и направления, которые приближены к педагогическому. Все зависит от балл ЕГЭ. Вот если высокий балл ЕГЭ показываем, сразу выходит количество бюджетных мест увеличивается. На следующий год, да? То есть все зависит от востребованности и от качества поступающих. Изменяюсь, это, конечно, люди, но качество знаний поступающих. Вот такой еще вопрос. Мы можем конкурировать со столичными вузами, может быть, даже с казанскими, по набору высокотехнологичных современных специальностей? Вот в чем вопрос еще. Бюджетными стоят хорошо, но чему именно мы собираемся учить? По набору специальностей я считаю, что мы вполне можем конкурировать. У нас есть самые востребованные специальности в нашей стране, которые высокотехнологичны. Это информационные системы и технологии, это компьютерная безопасность, это инноватика, например, это наноинженерия. Все эти специальности у нас есть, и у нас очень хороший набор на эти специальности. Конкурс на сегодняшний день больше 10 человек на место. И я считаю, что качество обучения у нас ничуть не уступает региональным вузам. Региональным вузам, это в смысле Казань, Нижний Новгород? Да, все региональные вузы. И даже если говорить о столичных вузах, то я не думаю, чтобы... Поскольку их профессуры за рубежами в основном, а читают лекции аспиранты. Поэтому я считаю, что качество образования у нас достаточно высокое. У нас больше 130 докторов наук, больше 400 кандидатов наук. Обучают. Обучают, да. Поэтому, так сказать, это потенциал очень высокий. Поэтому я считаю, что уровень образования хороший. Но выпускников на этих специальностях еще не было, наверное. Почему? Были у нас выпускники на этих специальностях. Причем по информационным технологиям у нас, по данным Суперджоп, они занимают ежегодно высокие места. В первую двадцатку входят где-то... Нет, но это старинная ваша специальность. Еще когда я училась... Информационная система, да. А вы имеете в виду инноватика на инженере? Вот что касается инноватики, то у нас в этом году был первый выпуск. И, надо сказать, небольшой выпуск, меньше 20 человек. Надо сказать, что из них четыре делали дипломные проекты в виде стартапов. Реальных стартапов. Их даже... Они работают уже в них? Эти стартапы работают? Вопрос. Они их... Ну, стартапы, они уже начали их. Они их, так сказать, представили. Уже заинтересовался имя наш губернатор Сергея Ильич Морозов. И, так сказать, поручил нам отслеживать, ему, так сказать, его информировать о том, как они продвигаются, эти стартапы. Эти стартапы, то есть реальные, реальные дела, так сказать, уже готовы реализовывать наши выпускники. Эти прекрасные выпускники где работают? Не отслеживаете? Нет у вас такого? Я понимаю, так что стартапы, так сказать, это собственная уже организация. Но они же не все были, некоторые. Где они работают? Они работают в информационных компаниях, они работают на предприятиях. И вот, так сказать, такие. То есть они все ушли работать по специальности однозначно? Все работают по специальности, безусловно. Все работают по специальности. Прямо оптимистично? Нет, что касается этих всех специальностей, которые информационного профиля и инженерного профиля, поскольку у них очень сильная информационная составляющая, они никогда не останутся без работы. Почему? По очень простой причине. У нас же информационная столица, как известно, да? И в самом деле вот наши информационные компании говорят, что они готовы хоть сегодня принять 200-300 наших выпускников. Мы с Политехом столько не выпускаем. Они готовы принять, им нужны. Наши информационные компании, это кто? Основные работодатели будут? Симтек, это Айтек, Симберсофт. У них уже 600 человек компаний. Компании очень быстро растут. Им требуются постоянно кадры. И вот наши два факультета, и факультет математики и информационных технологий, и инженерно-технический факультет, снабжают их кадрами. Поэтому уж вот здесь, здесь хорошие выпускники всегда найдут себе рабочее место. Естественно, наши предприятия, на Авиастар, у нас, так сказать, пошли работать наши выпускники, на механический завод, на Искру. Спасибо. Вот вопрос. А как быть с педагогами? Они трудоустраиваются? Самое главное, они трудоустраиваются по специальности? Ну вот в этом году очень хороший правительство нам подарил подарок. Это целевое обучение. Прием на целевое обучение. То есть они в этом году поступают к нам, уже через, после нашего КВ, после завершения вуза, на три года, трудоустраиваются на те места, откуда они брали свое вот это направление. Но вот статистика технист... Все муниципалитеты, наверное. Да, все муниципалитеты, город не так большой, но с других городов тоже есть такие представители, да. То есть они уже и оригинал привезли, уже готовы обучаться. То есть уже идет целенаправленная рассадка или посадка людей, которые необходимы региону на определенные места, в определенные именно прописываются школы или какие-то учреждения. Но по статистике прошлых лет трудоустройство не такое высокое, ну, целевиков имеется в виду. Меры социальной поддержки, которые выдавались, ну, прописывались администрациями, в какой-то степени выполнялись. Но как бы выпускники, которые выходили с этих мест, возвращалась какая-то вот масса. Ну, кто-то, понятно, что уходил в армию, кто-то там обзаводился семьей, и они как бы не попадали вот в эти места. Но вот с этого года такая вот пошла тенденция, что уже с целевого отказаться им тяжело будет, потому что определенные условия и нарушение договора влечет за собой санкции соответственно. Вот я хотела сказать, есть же договор, который закрепляет обязательства. Все, он закрепляет обязательства, потому что там не такой большой перечень отказов от этого договора. Вот, и до этапа зачисления, если вся процедура была, как бы отказа не было, то тогда он входит вот в эту систему, и договор уже он имеет силу. Вот, насколько я понимаю, там для девочек очень мало шансов с этого договора, я извиняюсь, спрыгнуть. То есть только замуж выйти за военного, да, и обосновать тем, что изменились условия семейные, по семейным обстоятельствам это называется. Ну вот показываются у нас прям и наборы такие, то есть конкурс на направлении специальности есть, по целевым, то есть не отказываются. Что-то сейчас выпускники могут сделать, кто не знал, что есть такой целевой набор? До 26-го. Что им нужно быстренько сделать? До 26-го мы принимаем документы на целевые места. В принципе, сейчас по всем направлениям, которые мы выставили, магистратура, там небольшое количество заявилось, вот, заочная форма небольшая, а очная, она, в принципе, вся у нас, как бы вот на всех направлениях заявления все равно есть о ней. Вот, и до 26-го мы принимаем еще эти заявления. А если, например, 26-го они не успели, но заявление уже подано, будет же вторая волна поступления, да? В смысле, зачисление вторая волна. Могут ли они дополнить свои документы? До 26-го только принят документы. Но есть второй момент, это целевое просто обучение. Когда они поступили на первый курс, на втором, на третьем, на первом, они могут заключить договор с муниципалитетом, он их обеспечивает, мер социальной поддержки какие-то им предоставляет, и они потом уже отрабатывают дальше. Но это интересно тем, кто поступил на вне бюджета. Если он учится на бюджете, какой ему смысл еще заключать целевой договор? Если будут оплату ему возвращать в какой-то процент, то да, реально, в принципе. А вообще, реально перейти вне бюджета, с коммерческой основы на бюджет по результатам первого года, например, какой процент студентов может воспользоваться такой лазейкой? Ну, такой есть. Но это надо учиться на 4 на 5 без троек. Вот там условия определенные, это положение такое, порядок перевода министерский, он уже давно функционирует. И места, которые освобождаются, они переходят. Опять же, статистика есть? Ну, у меня как бы ее нету с собой. Но так вот, потому что через приемную комиссию проходит. По ощущениям. Есть такое, да. И закрывайте все места обязательно. То есть они видят, что как бы пустое место бюджетное, и кто на оплату находится, на коммерческом, конечно, он понимает, что надо переходить. Но при этом надо учиться хорошо еще. Как у вас? Ну, естественно, у нас перевод с внебюджетом на бюджетное место, так сказать, идет. Но для того, чтобы перевестись, это бюджетное место должно освободиться. То есть должен быть отчислен бюджетник. А это как-то бывает нечасто. Вот. Поэтому вот если освобождается, то на это место претендуют уже те, кто учится на платных местах. И вот они, как сказал Фарик Толгатович, учатся на 4,5. Вот. И уже, так сказать, потом рассматриваем всех кандидатов, у кого социальное положение, может быть, более сложное. У нас комиссия работает, которая рассматривает все эти ситуации. Но места, конечно, занимаются. Бюджетные места не пустуют. Ну, после первого курса тяжело еще. Первый курс, второй держится точно. Ну, как освободиться. Как правило, держится. Все-таки бюджет, и учиться надо. Есть условия, когда они переезжают в другие города. Вот. Понятно, что там с военными или военные. И какие-то внутренние там ситуации. То-то, да-да-да. Понятно. По обучению это уже как год на год придется. Понятно. Вот сейчас буду разговаривать, спрашивать Алину. К сожалению, не пришла одна гостья, которая учится в Казани. Студентка. Прямо мне очень хотелось с ней поговорить, но у нее форс-мажор случился. Вопрос к Алине. Алина у нас председатель студсовета. Напомнила я нашим телезрителям. Сколько молодежи сейчас уезжает из Ульяновска? Ну, вот так вот. По вашим ощущениям, учиться в другие города? И вот интересный факт. В 2014 году, то есть 5 лет назад, была опубликована статистика, что почти треть выпускников хочет учиться в других городах наших ульяновских. Ну, конечно, понимаю, что желание не всегда означает возможности. Мало ли, чего я хочу, я все равно остаюсь здесь. Как дело обстоит сегодня? Вы в этой же среде обитаете. Сейчас, на данный момент, молодежь ульяновская нацелена больше оставаться как раз в своем родном городе. Да не может же быть! Всегда Москва манила. Нет, сейчас, на данный момент, это не так. И даже если они уезжают там учиться магистратуру в другой город, они все равно потом возвращаются в родной, любимый город. Мне вот лично вообще, ну, разъезжая по разным форумам, смотря разные культуры, изучая разные вузы, как там преподают, их студсоветы и структуры, я все равно вот как-то люблю свой родной Ульяновский государственный университет и не хотела бы куда-то переезжать. Но смотря на своих одногруппников и так далее, то есть у них какие-то порывы, возможно, были там на первом курсе, но потом это все улетучивается, и люди понимают, что в Ульяновске ничем не хуже, чем в других городах. И то есть сейчас, на данный момент, я думаю, что будут уже другие цифры по статистикам. Ну, если я учусь на вне бюджета, какой разница мне платить, в Ульяновске или в Москве? В Москве ты разводишь. Я вот учусь тоже на вне бюджета, но, опять-таки, сравнивая формы преподавания, в Москве, то есть там более на общую массу нацелены, а тут пытаются рассказать каждому студенту, донести, то есть тут все более... Да, более такое семейное даже, я бы сказала. То есть каждому студенту пытаются что-то рассказать, объяснить, каждому находят свой подход. А там ты находишься в общей массе, и тебе пытаются донести информацию. Вот, то есть я считаю, что все-таки в родном городе будет лучше. Хорошо, очень оптимистично. Если можно, я добавлю. Вот некоторые ребята уезжают в Москву, поступают на бюджетные места, а потом возвращаются. Они могли бы учиться поступить у нас на бюджетное место. Они возвращаются через полгода после первой сессии. Кто-то не смог там учиться, поскольку там, вот, как сказала Алина, внимания не очень много к студентам, и они расслабляются просто без внимания. Забил так забил. Да, они, да. И никто тебя за уши не вытащил. Это первое. Без, так сказать, родителей они начинают там... Ну, в больших вузах они начинают просто подрабатывать, потому что, так сказать, столица требует больших расходов. И не все родители могут своих детей содержать на том уровне, который, так сказать, столица предполагает. И родители потом приходят, понимают это. Но уже мы не можем их взять на бюджетное место, к сожалению. Вот. Мы готовы их принять только уже на платное место. Хорошие ребята с высокими баллами, вот, переводим их на платное место. Такие случаи у нас бывают каждый год. Каждый год, к сожалению. То есть это мечты, вот эти, вот, так сказать, журавль в небе, вот, все хотят в столицу. А потом, по факту, оказывается, что совсем не так. Все равно, дай бог удачи тем, кто едет в другой город. Желаем удачи. Пусть все будет хорошо. Но, вот, в связи с бюджетными и небюджетными специальностями, я когда готовилась к передаче, мне коллеги задали вопрос. Дети поступают в этом году на таможенное дело. И вдруг оказалось, что внезапно, в середине уже приема, появились три бюджетных места. На таможенном деле? Да. Ну, ух ты, чего? Такого быть не может. Нет, этих тех бюджетных. Таких... Вернулись. Такое счастья у нас не бывает, чтобы неожиданно вдруг падали с неба нам три бюджета их веса. Значит, кто-то кого-то ввел... Либо какой-то сбой был, так сказать, на нас, хотя у нас такого тоже не бывает. Все равно вопрос. Кто-то пошутил. Может быть, да. Пустил такую шутку. Человек очень хорошо учился в школе. Он очень старался. Он несколько лет работал на это ЕГЭ, на хорошие баллы. Я просто помню, как мы занимались. И у меня вот, например, была установка, лучше мы сейчас будем упираться с репетиторами, чем потом учиться на платной основе. Вот. И ребенок получает, выпускник уже, молодой человек или девушка, получает хорошие высокие баллы. Но, к сожалению, у него даже возможности нет пройти на таможенное дело, на бюджет. Потому что нет бюджетных нет. Нет бюджетных, не знаю. Вот почему? В чем такая несправедливость? Почему не дают? Да. Почему не дают? Это же востребовано. Да, очень востребовано. Но таможенное дело, оно относится к экономическому блоку. А на экономические специальности и на юридические ежегодно в нашей стране сокращаются общее количество бюджетных мест. Вот на следующий год еще процентов на 30, по-моему, сокращается. Общее количество по всей стране, соответственно, и во всех вузах. Вот. Не то, что не прибавляют, только сокращают. Прибавляют на другие. Вам же прибавили на информационные технологии. На информационные, на медицинские. Но, насколько я понимаю, что информационные технологии не являются социальным направлением. Это тоже более чем коммерческая составляющая. Это и производство. Ну вот, считается, что экономистов у нас слишком много. Хотя это не совсем так. Экономистов хороших найти достаточно трудно, как говорят наши работодатели. Понятно. Ну, сейчас просто сфера IT, она более популярна, чем юриспотенция. Она развивается. Она развивается, да, все верно. Но я учусь на юридическом факультете, и для меня это честь учиться там, допустим. У тебя нет такой боязни? Вдруг моя специальность лет через 15-20 будет не нужна? Нет. Юридическое образование, оно нужно всегда и везде. То есть оно есть... Мы говорим про работу. Про работу. Но сейчас юристы требуется много где. То есть если вот смотреть по спискам, то наши вроде входят в топ-17. Восстребованных выпускников. Да, востребованных выпускников у нас. То есть все заняты, все при работе. То есть такое у меня боязнь нет. По специальности. По специальности работают. Не продавцами, не менеджерами, не секретарями. Нет. Прям юристами, юристами-консультантами. То есть с этим все хорошо. И я думаю, что эта профессия не вымрет. Даже с информатизацией. Даже с информатизацией. Но просто сейчас сфера IT более популярна. И поэтому туда нужно большее количество кадров, чем сейчас на данный момент в юриспруденции. Хотя многие туда хотят. Вы знаете, сейчас в специальности многие трансформируются. И сейчас очень актуальны в специальности на стыке. И мы сейчас активно развиваем непрофильную магистратуру. То есть вот скажем, выпускник юридического факультета. Он может поступить на специальность в магистратуру не юридическую. А, например, на экономическую или на информационную. Мы разрабатываем специальные программы для тех, у кого непрофильное базовое образование. И вот это бывают самые интересные сочетания. Вот, например, мы сейчас работаем над специальностью, которая объединяет журналистику и информационные технологии. Представляете, как это актуально? А база что будет? Вот на мой взгляд, база все-таки должна быть информационной технологией. Двойной диплом. Просто двойной диплом. Два высших образования практически. А одновременно учиться? Можно одновременно. У нас есть такое сейчас экономика с юриспруденцией. Такие сочетания у нас уже много лет практикуются. А вот новые вот эти сочетания, мы считаем, что они актуальны. И мы сейчас начинаем разрабатывать программы и их вводить. Хотя абитуриенты, вернее наши студенты, они уже и без нас эти все вопросы решили. И они сами выбирают непрофильные специальности магистратуры. И журналисты идут на специальность IT, получают второе высшее образование уже уровня более высокого магистратуры. И они фактически имеют два высших образования на замечательное сочетание. И юристы тоже у нас поступают на специальности информационного профиля. Поэтому они не пропадут. У нас вот в этом году новые профили появились в магистратуре, скажем, медицинское право. На медицинское право у нас идут выпускники медицинского факультета. То есть они получают непрофильное юридическое образование. Туда же могут пойти и выпускники, скажем, того же юридического факультета и, так сказать, познакомиться немножко с медициной. У нас есть новая специальность для выпускников непрофильных специальностей. Это правовое обеспечение государственного муниципального управления. То есть сюда поступают, в общем-то, из любых профилей, экономические и гуманитарные профили, и получают специальность юридическую. Тоже хорошее сочетание. Но раз вы говорили про информационные технологии, то вот такую группу мы в этом году планируем набрать, где будут из непрофильных специальностей выпускники, и они будут иметь гораздо больше шансов на рынке труда с такими двумя образованиями. Валерий Толгатович, а вот у вас главная направленность вуза – это педагогическая. Ну, изначально это понятно, но вы каким-то образом предлагаете своим абитуриентам новые специальности, новые горизонты в связи с меняющейся действительностью? Что они могут получить? Потому что, например, у меня было такое ощущение в свое время, когда я поступала, я собиралась поступать на ИНИАС, но у меня было такое легкое чувство, что вряд ли я смогу быть преподавателем английского языка, но английский язык сам по себе не профессия. К английскому языку нужно что-то еще. То есть это нужен какой-то базис в экономической теории или технологические особенности производства. То есть язык – это приложение к чему-то. Может быть, я в чем-то ошибаюсь? Неправильная какая-то моя логика? Поправьте. Правильно, в принципе. У нас педообразование, оно как бы имеет два, две программы. И, как правило, мы язык тоже ставим к какому-то предмету. У нас есть дошкольное образование с языком, то есть обучение еще детей. Есть у нас еще информатика иностранный язык, то есть то, что вы говорите, технологии вот эти развивательные. И есть чистый иностранный язык, только он комбинируется уже с двумя другими языками. Английский, китайский, французский. И так вот эта комбинация идет. То есть человек на выходе получает как бы два. Один диплом, но две, как бы вот два уровня знаний, скажем так, по языкам, по каким-то смежным специальностям. Есть у нас еще педообразование, которое чистое, без всяких добавок. Но это, как правило, заочная форма у нас реализуется, потому что там по срокам обучения оно ниже, чем было бы двойное. Ну и помимо педагогического образования, мы тоже открываем направления, где не связано с педагогикой. Например? Там теология, социальная работа, перевод переводов, видимо, это чистая специальность, это переводчики, они в школах уже не работают. Биология у нас есть. То есть те направления, как правило, это биология, медицинская безопасность, но это не медики, это в каких-то лабораториях. У нас есть лаборатории в ВУЗе, в них они проходят какую-то практику на приборах, то есть обучение они проводятся. И на заочной форме, и на очной форме. Они вот у нас есть. Но есть еще абитуриенты, то, что правильно сказали, то, что они сами уже ориентируются, когда поступают. Поступают, например, на педагогическое, на бюджет, и параллельно могут подать заявление на коммерцию, на вне бюджета, скажем, на заочную форму, потому что там плата ниже. Но не на педагогическое направление, например, не на респруденцию, то же самое. Тоже у вас? Да, тоже у нас. И тогда они получают два диплома, то есть обучаясь, скажем, 4 года на одном направлении, 5 лет, и на заочной форме тоже 5 лет. И на выходе у них два диплома, одно педагогическое, другое юридическое. То есть они сами это выбирают. А ради любопытства можете перечислить все вот эти вот непедагогические специальности, которые у вас есть? Ну, это биология, социальная работа, музеология, как она называется? Музейное дело. Музейное дело, и охрана, памятник культуры, природного наследия, перевод-переводоведения, так, юриспруденция, сервис. По-моему, все. Психология или она педагогическая? Там в блоке образование педагогика, это у нас педагогика с двумя профилями, педагогика чистая, педагогическое образование имеется в виду. Психолог-педагогическое образование специальности, логическое, профессиональное обучение по отраслям и психолог-педагогическое. Вот на этапе практики у вас студенты могут уже трудоустраиваться или находить себе потенциальных работодателей? Ну, с языком они сразу трудоустраиваются, как правило, потому что их почему-то забирают сразу. Куда чаще уходят, кстати? Ну, в школах это двойные направления, это математики востребованы очень сильно. Почему? Ну, прям просят математики, физики. То есть в школах уже на третьем, четвертом курсе, по этим я как бы по своим студентам знаю, они уходят именно вот на уже... Объясните, они преподают на английском языке? Нет, я говорю про математику, про английский язык, а про другой совсем, математика, физика востребованы, как правило, в школах остаются. Английский язык, языки другие, они уходят как бы вот на других, как и работают в других местах, конечно, они получают образование. Они у нас где-то с третьего курса, они уже где-то что-то находят в себе работу. Вот поэтому и поступление туда очень такое тяжелое для них, для абитуриентов. Болучие высокие баллы там. Какой самый рейтинговый факультет у вас, специальность? Вот это и есть перевод какой, иностранные языки. Ну это традиционно было, 25 лет назад я поступала, если не больше, было то же самое. Ну с китайским языком прям как-то оно пошло, и испанский сейчас поставили тоже. Китайский язык у вас есть? Английский, китайский, английский, испанский. Год-два, по-моему. Чудесно. А кто преподает? Преподаватель не знает. Ну нет, есть настоящие носители языка. Носители языка есть, конечно же. Чудесно. Я уже не знаю, где он, но ни разу не видел его. Ну это потому что я не на факультете. Это другое здание. А так, в принципе, ну вот, наш педаль, как этот, иностранные языки, они очень обостревлены. Ну уровень, как бы скажем, московских вузов, так посмотрим, что аппаратим. Вот, вот все мой вопрос. 280, 270, все с оригиналами, вроде бы должны уехать с Москвы-то. Мой вопрос, а качество подготовки, которое они потом получают с этими своими... Ну с этого... Оригиналами и 280, и 270. На иностранных языках, вот я знаю, там очень вообще мало уходит, и очень, вот кто на платное устраивается, ну не прошел по баллам, 260 тот же самый, ждет эти места, до пятого курса он может дать их. То есть там отчисления не такое серьезное. Туда иностранцы не идут, иностранные граждане. Иностранные студенты. Потому что не выдержат, а нет. Вот, там очень так серьезно, я так посмотрел. И когда, вот они у нас просто работают, я знаю их, они иногда сидят, вот прям сидят на английском, сидят, читают, говорю, а что читаете? Вот это там. То есть у них уже... Катемеральность ты все равно не знаешь. У них уже заложено это. То есть они постоянно что-то с чем-то вот ходят, они могут общаться между собой. Иногда вот заходит иностранный студент, начинает что-то на английском, говорит, они с ним общаются. То есть он понимает уже, и все изгородит. Ну, перевод перевода введения в прошлом году был у нас бюджет, тоже самое было. Очень там скобальники все остались у нас. Ну, по-моему, там 70, средний балл ЕГЭ был со всех вот, если взять. А нет такой статистики между вузами, какой максимальный балл абитуриентов? Между собой не соревнуетесь? Ну, у нас этих одинаковых специальностей не так много. У нас пересечения по социальной работе, наверное, и все. Они примерно одинаковые. Вот мы смотрим с политехом, у политеха подобной нам информационной специальности. Там плюс-минус 5 баллов на одну специальность, плюс-минус на другую специальность. И это колеблется. Примерно одинаковый уровень. Порог на бюджетные места в том году какой был? Ну, количество баллов по ЕГЭ. Не помните? Минимальный или проходной балл? Нет, проходной. Проходной балл. Ну, где-то на информационной системе где-то было 220-230. 220, наверное, и искать, и в политехе, и у нас. Это по трем экзаменам? По трем. Или у них еще какой-то четвертый? Нет, ни у кого нет четвертого. У них нет четвертого. У нас тоже нет такого. Компьютерная безопасность. Вот у нас тоже где-то вот такой высокий проходной балл. На инфокоммуникационные системы. Это у них и у нас тоже есть. Где-то чуть поменьше. Может быть, 200-210. Вот так вот. Ну, больше 200. В прошлом году были все больше 200 на информационной системе. На информационной специальности. А у вас как? Ну, педообразование за 200. 210 в среднем, если всего, срезку сделать. Ну, мы когда вот абитурион-то спрашивают, как вам попасть, какой балл, мы говорим 180. Ну, 60-60-60, 180 среднепроходной по ВУЗу по всему. Ну, это если на вне бюджета, мне кажется. Ну, бывает на бюджет проход, почему нет? Бывает. Ну, это по ВУЗу по всему. Это не только в этом же. Там же есть максимальный балл, есть минимальный. И средненько срезку делать, получать средний балл ЕГЭПО, там, направление подготовки. Ну, как бы, чтобы не пугать людей тоже. 180 тоже можно пройти. Можно. Алина, давайте вот в завершение разговора я, наверное, предложу вам что-нибудь пожелать абитуриентам. Абитуриентам? Да. Расскажите, как это там учиться? Учиться очень весело, задорно. И я считаю, что образование это всегда круто, классно. Но обрести свою семью в ВУЗе, это тоже очень важно. Поэтому поступайте в Ульяновские ВУЗы и продвигайте Ульяновскую область. А вы любите свою специальность? Я люблю свою специальность. Город люблю, ВУЗ люблю. Я вообще очень сильный патриот своей Родины. И поэтому я действительно очень рада, что здесь нахожусь, учусь и развиваю. Спасибо большое, спасибо гостям, спасибо большое, Алина. Был очень приятный разговор. И всем абитуриентам желаю, и мы все желаем удачи в этом году. Субтитры создавал DimaTorzok